Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Лапихина Анна Александровна, я учитель краеведения средней школы номер 5 города Слободского, Кировской области. Мне хотелось бы поделиться с вами опытом по использованию медиаресурсов на внеурочной деятельности по краеведению. Ну что, я думаю, мы с вами начнем. Как я уже сказала, моя тема – это использование медиаресурсов на внеурочной деятельности по краеведению. Изучение краеведения является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную роль в нравственном, эстетическом и политическом воспитании. Краеведическая работа – это непрерывный процесс, имеющий корни в прошлом и ведущий в будущее, цель которого – обеспечение связи поколений, сохранение и передача исторического наследия, знания и традиции, создание условия для целостного, духовного, интеллектуального и культурного развития, как отдельной личности, так и всего общества в целом. В наш современный век без особого труда, воспользовавшись сетью интернет, можно найти практически любую информацию. Но, к сожалению, не вся информация о нашем маленьком городке доступна и есть в сети интернет. «И ни один интернет не расскажет нам историю своей улицы, дома, семьи, городские легенды и тайны, которые в свое время передавались из двух уста. Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг», – читал Ломоносов. Но что, если совместить эти два способа изучения? Информацию, добытую из книг, преобразовать в фото, видео или аудио. Ведь с помощью современных технологий мы имеем большие возможности. Нужно только научиться это делать. Так для чего же педагогу нужно развивать свои технические навыки и умения? Учебный процесс с использованием медиа-технологий позволяет увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения образовательных областей, обеспечить доступ к разнообразной информации, повысить интерес учащихся к изучаемым предметам за счет наглядности, занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, также повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития критического мышления и развивать учебную инициативу, способности и интересы учащихся. Как же я использую медиа-технологии на занятиях по историческому краеведению? В рамках краеведческой деятельности мы с детьми реализуем проект «Старое в новом». На первом этапе ребята ищут старые изображения исторически значимых зданий города и создают фотографии, на которых совмещают это изображение с современным видом данного здания. Причем техники исполнения у ребят абсолютно разные. Кто-то просто находит здание в настоящем, представляет старое фото и делает общее. Кто-то пытается совместить современный вид улицы со старой фотографией, то есть сделать ее продолжение. А кто-то с помощью приложений, фоторедакторов сопоставляет старое и новое фото. Работы детей представлены на экране. На втором этапе дети изучают информацию об этом здании, с какими историческими событиями или известными личностями данное здание, данная улица имеет связь. Третий этап – это прогулка-экскурсия по городу с остановкой околозначимых зданий, околозначимых мест. Ну и, наконец, четвертый этап – это создание роликов путешествий по городу Слободского. Один из таких роликов. Давайте с вами посмотрим. Христо-рождественский монастырь был основан еще в XVII веке. Тогда это была окраина города, а сейчас он оказался в самом его центре. Постепенно монастырь рос и расширялся. Наполнялся новыми постройками. И к концу XIX века сложился целый архитектурный комплекс. На служении насчитывалось порядка 300 монахинь. С 1918 монастырь подвергся гонениям. На его территории расположились военные. Монахини постоянно подвергались преследованиям со стороны военных. Поэтому были вынуждены вернуться в свои семьи. А некоторые вышли замуж. Прекрасная колокольня была переделана под пожарную каланчу. А монастырский корпус приспособили под пожарную часть. Существует таинственная история. Но, к сожалению, не доказано, что на территории монастыря в конце 30-х годов работала законспирированная разведшкола, которую тайно готовила диверсионную группу, целью которой было покушение на Гитлера. Ну вот такие видео сопоставляют ребята, делают сами. Возможно, были какие-то ошибки, но это были самые первые работы детей, с которыми мы только начали реализовывать этот проект. Где же еще могут пригодиться умения и навыки в использовании медиа-технологий? Например, при создании квестов. Причем, неважно, где его проводить – на улице или в помещении. Вот простой пример. Давайте с вами немножко поиграем. Правила игры будут совершенно простые. На каждом этапе вы получаете задание, отгадав которое я указываю следующее направление. И с каждым разгаданным заданием вы становитесь все ближе к отгадке. Небольшое введение в игру. Сегодня мы с вами перенесемся в 1968 год. В этом году произошло важное событие для жителей города Слободского, но увидеть его результат они смогли только бы в 2018 году. Но, к сожалению, из-за деятельности группы людей в 2018 году так и ничего не произошло. Нам предстоит расследовать эти дела и понять, что же все-таки произошло. На экране у вас представлено небольшое задание. Итак, задание первое. Вылета из бронзы веселая авиатская семья не просто прославляет народный промысел, существующий на авиатской земле более четырех столетий. Слегка выше человеческого роста исполняет желание. Чтобы выбрать какое-то из пожеланий, нужно прочесть надпись на бронзовом свитке. Она гласит, «Мечтаешь о крепкой семье? Присядь на скамейку. Желая жизни веселой, беззаботной, дотронься до гармошки. Хочешь продлить свой род, дотронься до младенца». В месте, где у нас стоит с вами нижнее подчеркивание, то есть прогел, мы должны вставить как раз-таки отгадку, о чем же говорится в данном отрывке. Конечно же, это памятник дымковской игрушке на Спаской. И первая подсказка – это капсулы. Запоминаем подсказки, которые мы получили. И сразу же следующий вопрос. Что находится за черным квадратом? Я думаю, что если жители города Кирва меня смотрят, они, конечно, сразу скажут, что за черным квадратом находится кошка. Конечно же, кошка. И мы получаем следующую подсказку. Это берег реки Вятки. На котором стоит город Слободской. Отправляемся на берег реки, где находится город Слободской. Что же мы можем увидеть, приближаясь к городу через мост? На экране вы видите три изображения. Из этих изображений вам нужно выбрать, что же мы все-таки можем увидеть на берегу, где находится город Слободской, приближаясь к нему через мост, который проходит через реку Вятки. Конечно же, правильный ответ это Алый Парус. Как же связаны между собой полученные нами подсказки? Капсула, берег реки, Алый Парус. И в этот момент дети предлагают свои варианты ответа. Ну и вот, внимание, правильный ответ. Памятник Алый Парус был установлен в 1968 году в честь 50-летия в ЛКСМ. Чтобы сделать памятник говорящим, решено было вмонтировать в его основание стальную капсулу с посланием комсомольцам 21 века. По замыслу она должна была пролежать здесь 50 лет и быть извлечена в день столетия Ленинского комсомола 29 октября 2018 года. Некоторое время в Слободском ходили разговоры, что неблагодарные потомки изъяли капсулу раньше времени, сдав ее в черни. Другая легенда утверждает, что ее вскрыли уже на следующий день после закладки. Оказывается, что было две копии помещенного в капсулу письма. Одна хранилась в Кривическом музее, другая в партийном архиве города Кирова. Ну и здесь, уважаемые коллеги, можно использовать также один из методов триспедагогики. Это отложенная разгадка, то есть задать ребятам такое небольшое домашнее задание, что если вам интересно, можете принести на следующий урок текст того, что было, что находилось в капсуле. Эти тексты есть, можно найти в интернете, можно найти в каких-то изданиях, но они имеются и детям, я думаю, что будет интересно и варианты ответа они вам обязательно принесут. Таким образом, можно сделать вывод, что использование медиа-технологий в Криведне помогает педагогу повышать мотивацию обучения и приводит к целому ряду положительных последствий. Облегчает процесс усвоения и запоминания материала, пробуждает интерес к предмету познания, расширяет общий кругозор обучающихся, увеличивает уровень наглядности, побуждает обучающихся самостоятельно осваивать программы по видео, фото, аудиомонтажу. Здесь хотелось бы добавить, что при использовании различных медиа-технологий выбор в сторону каких-то определенных программ дети делают абсолютно самостоятельно. Часть программ мы, конечно, с ними рассматриваем вместе, я говорю, в каких я работаю, дети рассматривают, но и бывают иногда такие моменты, что даже приходится поучиться и у детей. Повышает качество усвоения материала обучающимся по Криведне, способствует поиску новых нетрадиционных форм и методов обучения и повышения профессионального уровня педагога. Уважаемые коллеги, творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд. Цитата, конечно же, Островского. Огромное спасибо вам за внимание. Я думаю, что вы будете использовать медиа-технологии не только на уровне краеведения, но и в целом своей педагогической деятельности, потому что действительно обучение чему-то новому — это всегда интересно. И так как мы педагоги, учителя детей 21 века, я думаю, что мы постоянно должны учиться чему-то новому, ну, скажем так, где-то модернизироваться, искать новые программы, новые методы работы с современными детьми. Еще раз спасибо большое за внимание. До свидания.